Кришна Раначора После того, как Мучу-Кунда, прославленный потомок династии Кшваку, удостоился милости Господа Кришны, он почтительно обошел вокруг Господа и вышел из пещеры. Каково же было его удивление, когда он увидел, что представители человеческого рода уменьшились до размеров пигмеев. Деревья тоже стали значительно ниже, и Мучу-Кунда понял, что наступила Кали-юга. Поэтому, не оглядываясь по сторонам, он направился на север. Через некоторое время Мучу-Кунда достиг горы Гандамадана, где росло много сандаловых и других цветущих деревьев, аромат которых наполнял радостью сердце любого путника. Здесь, на склонах горы Гандамадана, он решил остаться, чтобы до конца жизни заниматься подвижничеством. Место это, по видимости, расположено на самом севере Гималаев, где находится обитель Нары-Нарайны. Оно сохранилось до сих пор и называется Бадари-Кашрам. В Бадари-Кашраме Мучу-Кунда поклонялся Господу Кришне, терпеливо перенося все страдания и удовольствия, равно как и прочие противоположности материальной жизни. Кришна же возвратился в Матхуру. У стен города он сразился с воинами Калаяваны и перебил их всех до одного. После этого он велел собрать с мертвых тел все украшения, положить на запряженные валами полоски и отвезти в Двараку. Тем временем Джарасандха вновь напал на Матхуру, на этот раз с еще более многочисленным войском, которое насчитывало 23 Акшаухини. Господь Шри Кришна хотел спасти Матхуру от восемнадцатого нападения царя Джарасандхи. Чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие, а также исполнить другие важные дела, Господь Кришна оставил поле битвы, не вступая в сражение. Господь, разумеется, не испытывал страха, но сделал вид, будто он простой смертный, напуганный, громадным и хорошо вооруженным войском Джарасандхи. Совершенно безоружный, Кришна покинул поле битвы. Хотя его стопы нежны, как лепестки лотоса, он прошел пешком очень большое расстояние. На этот раз Джарасандха подумал, что Кришна и Баларама устрашились его могучего войска и обратились в бегство, и начал преследовать их со всеми своими колесницами, лошадьми и пешими воинами. Он полагал, что Кришна и Баларама — обычные люди, и пытался оценить поступки Господа. Одно из имен Кришны — Раначора, означает «покинувший поле боя». В Индии, особенно в Гуджарате, есть много храмов Кришны, известных как храмы Раначораджи. Обычно царя, бегущего от сражения, называют трусом, но Кришне, который в одной из своих лил оставил поле боя, преданные поклоняются. Демон всегда старается оценить мощи богатства Кришны, тогда как преданный даже не пытается это сделать и поклоняется Господу, целиком доверив себя Ему. Если мы будем следовать за чистыми преданными, то сможем понять, что Кришна Раначораджи оставил поле боя не из страха, у Него была на то особая причина. Как мы узнаем далее, он сделал это потому, что должен был получить тайное письмо Рокмине, своей будущей первой жены. Покинув поле битвы, Кришна явил одно из Своих шести совершенств. Кришна — самый могущественный, самый богатый, самый знаменитый, самый мудрый и самый прекрасный. Точно так же никто не может превзойти Кришну в отрешенности. В Шримад-Багаватам ясно сказано, что Господь оставил поле битвы, хотя располагал огромным войском. И даже один, без своих воинов, он легко мог разгромить армию Джарасанхи, как делал это уже семнадцать раз. Поэтому уход Господа Кришны из поля сражения есть проявление Его высочайшего совершенства — отрешенности. Пройдя очень большое расстояние, братья сделали вид, будто устали. Чтобы отдохнуть, они забрались на многокилометровую гору, которая называлась Проваршина. Поскольку там непрерывно шли дожди, вершина горы была всегда окружена тучами, наслаемыми Индрой. Джарасанха, конечно же, подумал, что братья укрылись на вершине горы из страха перед его могучим войском. Долгое время он пытался их отыскать, но безуспешно. Тогда он решил устроить им огненную западню. Он приказал развести костры, окружив ими вершину горы. Когда огонь стал приближаться к ним, Кришна и Баларама спрыгнули с вершины горы, высота которой была одиннадцатью джан, к ее подножию. Так, невзирая на пожар, они незамеченными ускользнули от Джарасанхи и его воинов. Джарасанха же подумал, что оба брата сгорели, и продолжать войну нет необходимости. Чувствуя себя победителем, он оставил Мадхуру и вернулся в свое царство Магадху, а Кришна и Баларама тем временем достигли Двараки, города, окруженного океаном. По возвращении в Двараку, Шри Баларама женился на Ревати, дочери царя Райваты, властителя провинции Анарта. О его женитьбе рассказывается в девятой песне Шимадбхагаватам. А Кришна после этого женился на Рукмине, дочери царя Бишмаки, который правил провинцией Видарбха. Кришна — Верховная Личность Бога, Васудева, Арукмини, Верховная Богиня Процветания, Махалакшми. По свидетельству Чайтани Чайтамриты, экспансия Кришны и Шримати Радхарани происходит одновременно. Кришна принимает различные формы, относящиеся к Вишну Татве, а Шримати Радхарани посредством своей внутренней энергии принимает различные формы, относящиеся к Шакти Татве, многочисленные облики Богини Процветания. Согласно ведам, есть восемь видов брака. Самый лучший из них — тот, при котором родители жениха и невесты договариваются о дне свадьбы. Затем с пышной процессией жених отправляется в дом невесты, и в присутствии брахманов, жрецов и родственников невесту отдают жениху без выкупа. Есть и другие виды брака, такие как Гантарва или Ракшаса. Способ, которым Кришна женился на Рукмине, называется Ракшаса. Он похитил ее в присутствии многочисленных соперников — Шишупалы, Джарасанхи, Шалвы и других. Рукмине хотели отдать в жены Шишупали, но Кришна похитил ее прямо со свадебной церемонии, подобно тому, как Гаруда похитил у полбогов сосуд с нектаром. Рукмине, единственная дочь царя Бишмаки, была необыкновенно красива. Ее называли Ручеранана, что означает «спрекрасным, как распустившийся лотос, лицом». Преданные Кришны всегда стремятся услышать о трансцендентных деяниях Господа. Его деяния, будь то сражение, похищение невесты или бегство с поля боя, абсолютны и духовны по природе, поэтому, когда чистые преданные слушают повествования о них, ими движет духовный интерес. Чистые преданные не делят деяния Господа на те, о которых следует слушать, и о которых слушать не стоит. Есть, однако, категория так называемых «преданных», известных как Пракрита Сахаджи, которые очень любят слушать о раса Лиле Кришны с Гопи, но не проявляют интереса к рассказам о его сражениях с врагами. Они не знают, что ратные подвиги Господа и его встречи с Гопи одинаково трансцендентны, ибо совершаются на абсолютном уровне. Чистые преданные смиренно и с удовольствием слушают обо всех божественных лилах Кришны, описанных в Хримадбхагаватам, и не отвергают ни одного слова из этих повествований. Историю женитьбы Кришны на Рукмине передают так. Царь Видарбхи Махараджа Бишмака был очень могущественным и благочестивым правителем. У него было пятеро сыновей и одна единственная дочь. Первого сына звали Рукми, второго Рукмарадха, третьего Рукмабаху, четвертого Рукмакеша, а пятого Рукмамали. У братьев была одна сестра Рукмини, самая младшая в семье. Прекрасная, целомудренная, она была предназначена в жены Господу Кришни. Многие святые мудрецы, и среди них Нарадамуни, часто бывали в дворце царя Бишмаки. Рукмини имела возможность беседовать с ними и таким образом узнала о Кришне. Она узнала о Его шести совершенствах, и рассказы о Нем вызвали у Нем желание предаться Его лотосным стопам и стать Его супругой. Кришна также слышала о Рукмине. Она была средоточием всех неземных добродетелей, разумности, дивной красоты, приносящей счастье, великодушие и праведности. Поэтому Кришна решил, что она достойна стать Его женой. Все родственники царя Бишмаки хотели, чтобы Рукмини вышла замуж за Кришну. Но ее старший брат Рукми, пренебрегая мнением остальных, договорился о ее браке с Шишупалой, с заклятым врагом Кришны. Когда прекрасная черноокая Рукмини узнала о том, что задумал ее брат, она очень расстроилась. Однако, будучи царской дочерью, она неплохо разбиралась в придворной дипломатии и знала, что просто горевать не имеет смысла. Надо было немедленно предпринимать какие-то шаги. Подумав, она решила известить обо всем Кришну, и, чтобы уберечь себя от предательства, выбрала своим посланцем достойного брахмана. Такие брахманы всегда правдолюбивы и преданы Вишну. Не теряя времени, она отправила брахмана в Двараку. Достигнув ворот Двараки, брахман уведомил стоявшего там стражника о своем прибытии, и стражник провел его во дворец, где на золотом троне восседал Кришна. Поскольку брахман был посланником Рукмини, ему выпала счастливая возможность воочию видеть верховную личность Бога, Кришну, изначальную причину всех причин. Брахманы — духовные наставники всех сословий. Желая научить всех, как почитать брахманов, Господь Кришна в соответствии с ведическим обычаем тотчас встал и предложил посланнику Рукмини свой трон. Усадив его на золотой трон, Господь Кришна оказал брахману такие же почести, какие полубоги оказывают Кришне. Он сделал это, чтобы все поняли, что оказывать почести его предному еще важнее, чем оказывать почести самому Господу. В урочное время брахман совершил омовение, вкусил разных яств и возлег на ложе, засланное мягчайшим шелком. Когда он отдыхал, Желая Кришна молча приблизился к нему, с большим почтением положил ноги брахмана себе на колени и стал их растирать. «Досточтимый брахман!» — сказал Кришна. «Надеюсь, что ты не испытываешь затруднений, исполняя религиозные обязанности, и ум твой всегда спокоен». Представители различных сословий выполняют разную работу, и спрашивая человека о том, хорошо ли ему живется, необходимо учитывать его занятия. Поэтому, интересуясь состоянием дел брахмана, вопросы следует задавать так, чтобы они соответствовали его образу жизни, иначе они будут неуместны. Спокойный ум необходим для того, чтобы проявлять такие качества, как правдивость, чистота, уравновешенность, самовладание и терпение. Благодаря этим качествам можно обрести знание, умение применять его в жизни и непоколебимую веру в абсолютную истину. Брахман знал, что Кришна — верховная личность Бога, и все же принял услуги Господа, чтобы не нарушать ведические традиции. Господь Шри Кришна играл роль человека. Поскольку он принадлежал к сословию кшатриев и был молод, его долгом было оказать почтение достойному Брахману. «О, лучший из Брахманов!» продолжал Господь Кришна. «Будь всегда всем доволен, ибо если Брахман черпает удовлетворение в себе, он никогда не отклонится от выполнения предписанных ему обязанностей, а добросовестно выполняя предписанные обязанности, любой человек, и особенно Брахман, может осуществить все свои желания. Даже если человек богат и могуществен, как Царь Небес Индра, но при этом остается неудовлетворенным, он будет переселяться с одной планеты на другую и нигде не узнает счастья. Тот же, чей ум удовлетворен, будет счастлив в любом месте, даже если лишится всего, что у него есть». Наставление, которое Кришна дал Брахману, очень важно. Его смысл в том, что истинный Брахман всегда остается невозмутимым. В нынешнюю эпоху Каль-югу люди, именующие себя Брахманами, опустились до положения Шудр, а то и ниже, и тем не менее хотят, чтобы их считали настоящими Брахманами. Однако настоящий Брахман верен своему долгу и никогда не станет исполнять обязанности Шудр или людей более низких, чем Шудры. В Священных Писаниях говорится, что, оказавшись в затрудительном положении, Брахман может заниматься делом Кшатрия или даже Вайши, но ни в коем случае не делом Шудры. Кришна утверждает, что Брахман, который неукоснительно следует предписаниям религии, сможет сохранять спокойствие, даже оказавшись в самом трудном положении. В заключении, Господь Шри Кришна сказал, «Я почтительно склоняюсь перед Брахманами и Вайшнавами, поскольку Брахманы всегда черпают удовлетворение в себе, а Вайшнавы всегда заняты деятельностью, несущей истинное благо человечеству. Они лучшие друзья всех людей. Они свободны от ложного эго, и в их умах всегда царит покой». Затем Господь Шри Кришна спросил, как ведут себя правители к Шатрии в царстве, где живет Брахман, и счастливы ли их подданные? О достоинствах царя судят по настроению жителей в его государстве. Если они счастливы и довольны, значит, царь честен и надлежащим образом выполняет свои обязанности. Кришна добавил, что царь, чьи поданные счастливы, очень дорог ему. Разумеется, Кришна знал, что Брахман пришел к нему с тайным посланием, поэтому он сказал, «Теперь, если можно, открой, что привело тебя сюда». Радуясь тому, что он причастен к божественным лилам Господа Кришны, Брахман поведал ему обо всем. Он достал адресованное Кришне письмо Рукмине и сказал, «Царевна Рукмине велела тебе передать, у Кришна, непогрешимый и прекраснейший, любой, кто слушает о твоем божественном облике и лилах, тотчас вбирает слухом твое имя, славу и добродетели. Все мирские страдания такого человека прекращаются, и он запечатлевает в своем сердце твой образ. Исполненный трансцендентной любви к тебе, он всегда видит тебя в своем сердце, и благодаря этому осуществляется все его желания. Я тоже много слышала о твоих божественных качествах. Не боясь показаться нескромной, признаюсь, ты пленил меня и завоевал мое сердце. Ты можешь взомниться в моем целомудрии, ведь незамужней девушке, как я, не пристала так смело обращаться к тебе. Но, мой дорогой Мукунда, ты настоящий лев среди людей, величайший из всех. Любая девушка, еще не покинувшая отчий дом, и даже самая целомудренная из женщин, пожелала бы выйти за себя замуж, привлеченная твоими несравненными добродетелями, твоими познаниями, могуществом и высочайшим положением. Я знаю, что ты, супруг богини процветания, и что ты очень добр к своим преданным, и поэтому я решила стать твоей вечной служанкой. Мой возлюбленный Господь, я приношу к твоим лотосным стопам свое сердце и жизнь. Я избрала тебя, о Господь, моим супругом, и прошу тебя считать меня своей женой. О, лотосаоки, на свете нет никого могущественнее тебя, отныне принадлежу тебе. Будет просто нелепо, если лакому еду, предназначенную для льва, утащит шакал, поэтому прошу тебя тотчас явись за мной, прежде чем меня увезет Шишупала или какой-нибудь другой царевич вроде него. О, Господь! В своей предыдущей жизни я, наверное, трудилась на благо людей, копая колодцы, сажая деревья, либо совершала различные обряды, жертвоприношения, служила своему духовному учителю Брахманом Вайшнавом. Этими праведными делами я, возможно, угодила верховной личности Бога на районе. Если так оно и есть, прошу тебя, о, Господь Кришна, брат Господа Баларамы, гиви сюда и завладей моей рукой, чтобы ко мне не посмели прикоснуться Шишупала и ему подобные. Рукмини уже была помолвена с Шишупалой, поэтому она предлагала, чтобы Кришна похитил ее и расстроил свадьбу. Брак, заключенный после похищения невесты, называется Ракшаса. Так обычно женятся Кшатрии, правители и воины по духу. Поскольку свадьба должна была состояться на следующий день, Рукмини предложила, чтобы Кришна, явившись тайно, похитил ее, а затем сразился с Шишупалой и его союзниками, царем Магадхи и другими. Зная, что никто не может одолеть Кришну и что он наверняка победит в этом сражении, она обращалась к нему, называя его Аджитой, непобедимым господом. Рукмини писала, чтобы Кришна не тревожился из-за того, что схватка будет происходить во дворце, где многие члены ее семьи и среди них женщины могут быть ранены или даже убиты. Подобно тому, как правитель страны старается достичь своей цели с помощью дипломатии, Рукмини, будучи царской дочерью, дипломатично подсказала, как избежать ненужного кровопролития. Она объяснила, что по обычаю, заведенному в их семье, невеста перед свадью отправляется в храм богини Дурги, семейного божества. Цари Кшатрии, большей частью, были убежденными вайшнавами и поклонялись Господу Вишну в формах Радхи Кришны и Лакшми Нарайаны. В своем стремлении к материальному благополучию они поклонялись и богине Дурги, но, в отличие от некоторых не слишком разумных людей, никогда не считали, что полубоги, как верховный господь, относятся к категории Вишну Татвы. Желая уберечь жизни своих родственников, Рукмини предложила, чтобы Кришна похитил ее по дороге из дворца в храм или на обратном пути. Она также объяснила Кришне, почему хочет выйти замуж именно за Него, хотя ее намерены выдать за Шишупалу, который также был достойным женихом, сыном великого царя. Рукмини написала, что, по ее мнению, Кришна своим величием затмевает всех, даже Господа Шиву, которого именуют Махаделой, величайшим из полубогов. Господь Шива тоже ищет милости Кришны, чтобы избавиться от пут гуны невежества в материальном мире. Хотя Господь Шива величайший из всех Махатм, великих душ, Он принимает на голову священные воды Ганги, струящиеся из отверстия в оболочке материальной вселенной, которые Господь Вишну проделал пальцем ноги. В материальном мире Господь Шива управляет гуны невежества, и, чтобы сохранить свое трансцендентное положение, он постоянно медитирует на Господа Вишну или Кришну, и всегда старается очистить себя водами Ганги. Рукмини прекрасно знала, что снискать милость Кришны отнюдь нелегко. Если даже Господь Шива должен ради этого очищаться, то что говорить о ней, Рукмини, которая была всего лишь дочерью царя Кшатрия? Она писала, что хочет посвятить жизнь суровому подвижничеству, соблюдать пост и терпеть другие лишения. Если в этой жизни ей не суждено подобными делами снискать милость Кришны, она готова умереть, совершая их, и переносить такие же тяготы жизнь за жизнью. В Бхагавадгите сказано, что чистые преданные Господа служат Ему с величайшей решимостью, только ценой такой решимости, какую проявила Рукмини-Деви, можно приобрести милость Кришны. Нужно с полной решимостью развивать в себе сознание Кришны, ибо это ключ к достижению высшего успеха. Прочитав Кришне послание Рукмини-Деви, Брахман сказал, «О, возлюбленный Кришна, глава династии Яду, я принес тебе тайное письмо от Рукмини. Теперь ты можешь обдумать его и тщательно все взвесив, поступать, как пожелаешь. Однако, если ты решишь действовать, тогда действуй без промедления, времени осталось совсем мало». Так в книге Бхактивиданты «Кришна, верховная личность Бога» заканчивается глава 52. Кришна, Раначора. Редактор субтитров